В эти выходные годовщина начала расстрела в Бабьем Яре. В годы оккупации Киева нацисты уничтожили здесь десятки тысяч евреев. Человека, который первым заговорил о трагедии, зовут Эммануил Диамант. Он сейчас живет в Израиле. С ним встретился наш корреспондент Сергей Услендер. Ему повезло. Пятилетний Алик Диамант из уже практически окруженного фашистами Киева вырвался в эвакуацию с матерью. Иначе его ждала бы судьба тысяч киевских евреев, уничтоженных в Бабьем Яру. Об этом месте он узнал намного позже, когда уже молодым человеком переехал жить в столицу советской Украины. С 1948 года память о страшной трагедии советские власти старательно стирали и в прямом и в переносном смысле. На месте расстрелов устроили мусорную свалку, которую позже решили просто засыпать. Совершенно случайно в марте 1961 года с весенними дождями, паводками и все прочее перевлажнилась масса, которую замыла Бабий Яр. И лавина обрушилась на нижнюю часть города, на Куреневку. И Бабий Яр всплыл в сознание. Бабий Яра уже не было в сознании человечества. Бабий Яр всплыл в сознание. После этого появились стихи Евтушенко, Бабий Яр, писателя Кузнецова. И Эммануил стал, что называется, изучать вопрос. Он взял фотоаппарат и начал снимать. Эти снимки стали знаменитыми. Потом решил, что память нужно хранить не только на фото. И вместе с единомышленниками организовал своеобразный митинг. 24 сентября 1966 года. Первая публичная акция памяти жертв Бабьего Яра. Никаких требований и лозунгов. И всего один транспарант. На транспаранте было Бабий Яр по-русски и еврейскими буквами. Это на языше и на иврите это одинаково. Сверху было написано на иврите «Искор 6 миллионов». Внизу было написано «В сентябрь 1941-1966 год. 25 лет». На митинге тогда появился Виктор Некрасов. Он уже написал о Бабьем Яре. Сама акция прошла спокойно. Власти, видимо, просто растерялись. И тогда Диаман со своими друзьями решил организовать уже настоящий митинг. Именно в дату начала расстрела. 29 сентября. И у них снова получилось. На этот раз акция вышла куда более многолюдной. Несколько тысяч человек. Именно этот митинг вошел в историю как первый в память о трагедии Бабьего Яра. И снова власти бездействовали, пораженные таким упорством. Транспарант, вывешенный там, провисел 4 дня. Немыслимое для Советского Союза событие. О своих мотивах Эммануил говорит просто. О существовании Бабьего Яра знали. Но я же говорю, с начала 50-х Бабий Яр из общественного сознания, из общественного упоминания был вычеркнут. Не существовало. А мотивы, оскорбленное национальное достоинство, могилы твоих родственников, разграблены, растоптаны, размыты, я не знаю как. Виктор Некрасов за свое участие в тех митингах поплатился карьерой писателя. Диаманта в конце концов тоже вынудили уехать. В 72-м он перебрался в Израиль. Много лет работал в области ядерной физики, но как общественный деятель продолжал заниматься историей Бабьего Яра. У него накопился гигантский архив, документы, свидетельства, снимки. Он посвятил жизнь возрождению памяти о десятках тысяч жертв той трагедии, а эту работу посвятил своему народу, который на пустом месте создал новую страну и больше никому не позволил оскорблять свое национальное достоинство. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал Эйнтер.